МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждое лето в мире проходит какой-либо крупный чемпионат по футболу. В этом году нас ждет чемпионат Европы по футболу, проходимый во Франции. Что ждать именно от этого турнира и какие нововведения пришли именно в этом году? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак». И мы его ведущий Роман Полинсков, и я Виктория Новикова. Ну, как раз-таки действительно на студии присутствуют и ярые фанаты, болельщики, спортивные журналисты, комментаторы. И вместе с вами нам сегодня предстоит поговорить о чемпионате Европы 2016. Но, ребят, тем не менее, давайте начнем с самого начала. Почему именно футбол? За что вы вообще любите этот вид спорта? Здравствуйте! В детстве меня родители отдали на футбол. И этот вид спорта мне очень понравился. Я увлекся им. Также я начал его смотреть. И мне очень понравилось анализировать матчи. Очень понравилось следить за игроками и прогнозировать различные матчи. И мне этот вид спорта очень сильно заинтересовал. Я увлекся им. Ну, крупные, интригующие турниры, которые проходят во всем мире, и люди смотрят с большим удовольствием. Это очень интересно. Ну, я люблю футбол, наверное, в первую очередь за динамику. Очень динамичный вид спорта. Как-никак. И командная игра 11 на 11. Очень интересно смотреть. Ну, что сказать еще. Игра миллионов. Почему бы нет? Катя, почему ты любишь футбол? Я очень люблю этот вид спорта. Наверное, потому что я встречалась с молодым человеком, который занимался профессионально этим. С самого детства я была ярой болельщицей. Вот. На всех играх была, смотрела, знаю про все, про вся. И поэтому он мне очень близок. Вот. Он сегодня расскажет вам свое познание, что ты знаешь действительно о футболе. Знаю, как можно не любить футбол. Но я 12 летом занимался, и, можно сказать, моя жизнь строится сейчас вокруг него, так или иначе. Любовь к футболу мне привил мой родной отец. Сначала мне его показал, потом я начал в него играть. Благодаря футболу я нашел много друзей. И, наверное, вот за эту какую-то атмосферу я люблю футбол. Меня вдохновило, получается, на интерес к футболу великие игроки, где-то, получается, в году 2004-2005, такие как Зидан, Роналдини. Мне это понравилось. Я решил сам попробовать. Это прозвучало так, будто они сами тебе звонили. Сказали, посмотри на мою игру, я хочу тебя вдохновить. Ну, а я люблю футбол за невероятную атмосферу на стадионе, когда 10 тысяч болельщиков одновременно болеют за свою любимую команду. Вот я люблю футбол за то, что, когда вот смотришь, есть определенная атмосфера. То есть люди, которые тебя окружают, они болеют, они заражают именно этими эмоциями. И так очень приятно смотреть по этому. Ну, хорошо. Что вы ждете действительно от Евро-2016? Вот уже совсем-совсем скоро начнутся игры. Давайте, наверное, начну. Я, в первую очередь, жду побед от сборной России. Как-никак, новый тренер. Международный турнир, крупный международный турнир. Хорошая группа, как на мой взгляд, можно выходить с третьего места спокойно. Можно даже побороться за второе место. Сразу так. С третьего места уже можно выйти. Ну, жду хорошей атмосферы. Жду сенсаций, возможно, от каких-то сборных. В первую очередь, я надеюсь на то, что выстрелит почему-то сборная Австрии или сборная Польши на этом турнире. Жду новых открытий, наверное, молодых игроков, каких-то новых, абсолютно новых фамилий, может быть. И, ну, жду сенсации, наверное. Нужен новый победитель Евро. Хорошо, Руслан, ты как думаешь? Ну, в первую очередь за Россию, конечно, будем болеть. Это всегда команда-загадка. У нас есть шансы на все, что угодно. Вот. А так еще поддержал бы Францию и Германию, наверное. Мне нравятся эти команды. А почему наша сборная-загадка? Загадка? Ну, даже если посмотреть предыдущие турниры, неважно, какая у нас была группа, никто не мог ожидать таких результатов, как не выход из группы в 2010-м, например, в 2014-м. И выход в 2008-м, когда мы обыграли голландцев в полуфинале. Ну, 2008-м, ладно, принимается, но в 2014-м никто не ожидал то, что сборная России проиграет в чемпионате мира. Я все-таки надеялся то, что смогут выйти. Ну, я жду от Евро красивой игры, интересной. И хотелось бы посмотреть какой-нибудь, ну, несколько драматических матчей, драматических исходов, где слабая сборная сможет обыграть топовую сборную, сильную. Хорошо, девушки, вы что думаете о чемпионате Европы? Вот что ждать в этом году? Ну, я так же, как и любой патриот России, жду победы России. Ну, и так же, каких-то сенсаций, интересных моментов. Например, как Зидан вылетел в финале. Ну, его посадили на скамейку. Вот. Ну, что-то такое. Да, его удалили, правда. Не важно. Ну, на самом деле, вот я в России не очень верю, поэтому я, наверное, жду больше от других команд что-то нового, интересного. Например, от какой? За кого будут болеть? За Португалию. Мне интересно, на самом деле, за Роналду, как он взаимодействует с другими и так далее. Есть ли у нас в студии те, кто не будут болеть, например, за Россию, и у них есть другие фавориты? И кто они? Я буду болеть за сборную Германии, персонально за игроков Баварии, так как являюсь ее фанатом. Но хотелось бы вообще от Евро увидеть как раз-таки молодых игроков. У той же Англии, Германии и Франции есть очень, сейчас можно сказать, золотое поколение. На каждой позиции по несколько топовых игроков, получается, и которые еще не достигли, допустим, возраста лет 25. То есть они в самом расцвете играют на самом высоком уровне. От них хотелось бы увидеть красивую игру. Я на Евро буду болеть за сборную Испании, так как я очень люблю эту сборную. Мне очень интересно, как она сможет себя показать с новым составом, с новым вратарем, без топовых форвардов и полностью молодым составом. Помимо сборной России, на Евро я буду болеть за сборную Италии. Скодра Адзура, она обновила тоже свой состав, как и сборная Испании. Там практически не осталось звезд, за исключением, наверное, Джан Луиджи Буфона, чемпиона мира 2006 года. Что касается первого вопроса о том, что я еще ожидаю от Евро, я ожидаю от него каких-то скандалов, жарких споров, голов забитых из офсайдов, незасчитанных пенальти, непоставленных пенальти. И вот я думаю, что многие смотрят футболу, потому что он дарит вот эти эмоции. Ну да, ну вот скажу к тебе, так и я тоже являюсь поклонником скодра Адзуры. Мы все, да, я пришел специально в футболке сборной Италии. Мы все прекрасно помним такую молодую звезду, как Марио Балатери. Что с ним сейчас? Вот именно, он сейчас на Евро не играет. Как же было тяжело на это смотреть. Мне кажется, каждый из здесь присутствующих ответил, почему он любит футбол, ну и для кого не секрет, да, все ждут действительно во всем мире это мероприятие, соревнования. Я жду от этого Евро, что через несколько лет мы будем его вспоминать с позитивными эмоциями, как вспоминаем 2008 год. Ну и вообще какие-то знаковые моменты, потому что такие крупные соревнования, крупные контесты, они никогда не проходят мимо вообще народа, мимо населения стран, не только европейских, но и мировых. Ну и помимо сборной России на Евро я буду симпатизировать сборной Англии, которая тьфу-тьфу собрала более-менее интересный состав, хотя про это говорят уже каждые 4 года. Что ты тогда будешь делать во время матча России-Англии? Нет, за Россию, конечно, болеть здесь как бы один вопрос, просто поскольку я являюсь болельщиком Манчестер Юнайтед, мне будет очень интересно посмотреть, как сыграет тот же Маркус Решфорд, это Вейн Руни, Крис Моллинг со своим львенком, который он уже затаскал везде, как новый талисман. Ну посмотрим, нет, конечно, за Россию будем болеть. Хорошо, прежде чем мы перейдем к группам, предлагаю обсудить сейчас новый формат чемпионата Европы. Теперь у нас не 16, теперь у нас 24 команды играют в этом турнире, и, по-моему, только 4 команды выбывают на первой стадии. Как вы к этому относитесь, к такому расширению формата? На самом деле достаточно нейтрально я к этому отношусь, так как формат по факту не изменился, просто добавили новые сборные, возможно, будут новые открытия опять же. При этом теперь есть шанс разыграться, то есть войти. При этом у сборной России есть больше шансов выйти. Да, конечно, это важно отметить на самом деле, при этом я очень буду расстроен, если сборная России все-таки умудрится попасть в количество 4 сборных, которые покинут Евро на первом этапе. При этом важно отметить то, что, ну, например, могут выстрелить новые сборные, то есть больше сборных, больше шансов выстрелить новичкам. Конечно, не то, чтобы я жду от сборной Уэльса или от сборной Албании чего-то неимоверного, но они тоже могут показать хороший футбол и составить конкуренцию на европейской арене, даже топовым сборным, в том числе и нашей. Почему бы нет? Другие мнения? Мне кажется, Евро станет интересным с новым регламентом, потому что раньше для того, чтобы взять бронзу, достаточно было выйти из группы и выиграть четверть в финале. А сейчас для этого надо выйти в одну восьмую и дальше в одну четвертую, еще полуфинала сыграть. И я думаю, так даже будет интереснее и интригующий. Я считаю, что благодаря новому регламенту у слабых сборных появился отличный шанс показать себя на евро. Ребята, а как вы вообще планируете смотреть и болеть за своих фаворитов? Не знаю, в шумных компаниях или это для вас такой важный процесс, когда вам нужно посидеть дома, так вот это от это, с телевизором и отслеживать весь матч? Как вы любите вообще смотреть? С пивом перед телевизором. Ну, как бы дома или, может быть, выходить действительно куда-то, не знаю, посмотреть на больших экранах? Ну, в баре атмосфера, конечно, больше нравится, чем дома смотреть по телевизору или по ноутбуку, потому что болеют все и атмосфера вдохновляет даже на футбол. При этом, например, вот я смотрю футбол дома, при этом, ну, почему я смотрю футбол дома, потому что я могу более, ну, как-то больше сфокусироваться на матче, меня не будет не отвлекать ни шум, ничего, я могу посмотреть матч в полной мере. Более того, я даже некоторые матчи пересматриваю в повторе. Ну, вот, например, матч же Россия-Англия, буду однозначно смотреть дома один перед телевизором. Ну, может быть, в кругу семьи, но, вот, скажем так, не в шумной компании. То есть такой серьезный, да, подход, чтобы тебя ничего не отвлекало. Мне бы хотелось, конечно, посмотреть матч на самом стадионе, потому что, когда я смотрела матч своего парня дома, я не понимала, кто куда бегает, потому что не видно номер иногда, очень далеко, комментатор не успевает что-то сказать. Ты не чувствуешь эту атмосферу футбола, не видишь болельщиков, не слышишь ничего, только само поле. Вот, я бы, наверное, хотела бы присутствовать на самом стадионе, увидеть довольные лица, эти звуки футболистов самих, как они там кричат, как указывает их тренер, куда нужно пойти. Это очень увлекательный момент. Сама атмосфера очень важна. Да, сама атмосфера очень важна. Я бы, конечно, мечтала бы побывать на настоящем футболе. В свою очередь, я всех призываю смотреть в хорошей компании, в первую очередь, футбол, потому что это праздник. И вот я вспоминаю, как мы смотрели тот же 2008 год, когда с голландцами обыграли, как потом радовались. Поэтому не могу сказать, что буду смотреть один дома, нет ни в коем случае. Главное, с друзьями, в хорошем настроении. Ну и, в конце концов, ради эмоций смотрим футбол, где, если не в компании друзей, их проявлять или их черпать. Хорошо. Ну, получается, смотрите, вы любите больше как-то критиковать, наблюдать, или вы сами такие активные игроки футбола? То есть, ну, насколько это для вас просто хобби, чтобы смотреть, или вы любите выйти во двор и поиграть? Ну, конечно, мы, наверное, все играем в футбол. Так или иначе, на разном уровне. Кто-то на профессиональном, вот как Александр. Ну, либо кто-то вот в дворах любит мячик вечером попинать. Почему бы и нет? На самом деле, неважно, как ты играешь в футбол, все любят футбол. Так или иначе, у меня мама смотрит футбол, она абсолютно не разбирается. Там, вот говорит, дяденька красивый побежал за мячиком, классный гол забил. Причем, ну, говорит, даже порой нелогичные вещи. Но любят футбол все, и так или иначе, футбол во всех нас, друг говоря. Ну, смотреть можно футбол и играть, и обсуждать. Одно другому не мешает делать какие-то прогнозы. Это все интересно. Ну, конечно, мы любим и смотреть в футбол, и играть в него. Так как игра в футбол приносит бурю положительных эмоций. И просто это полезно для здоровья. Русь, Рустам, хочу обратиться к тебе. Так как ты сказал, что ты у нас в основном любишь прогнозировать, давай, включай свою вангу. Первый матч, Россия-Англия. Счет? Минимальная победа Англии. Второй матч, с кем мы играем? С Ольцем или со Словаками? Ну, давай, Россия-Словакия. Ну, я считаю, что с Уэльцем, скорее всего, у них будет ничья, и над Словаками они все-таки одержат победу. Но я надеюсь на это. А в матчах с Уэльцем что будет? Ничья. Скорее всего, малорезультативно, что-то типа 0-0 или 1-1. Хорошо. А теперь на что ты основываешься, говоря такие вещи? Ну, как бы Англия сейчас имеет, ну, привезла с собой очень молодую сборную, которая хочет себя показать и хочет доказать, что она способна что-то делать. И тем более, это будет первый матч у Англии, они должны его выиграть, чтобы показать болельщикам, что они способны на хорошую игру. Тем более, Англия привезет с собой таких звезд, как Кейн и Варди, которые блистали в прошлый сезон в АПЛ. Насчет Уэльца, ну, у Уэльца есть Бэйл. Этим как бы все сказано. Бэйл – это отличный футболист, я считаю. Ну, Бэйл один, а остальные 10 кто? А все остальные будут играть на него. Бэйл – это один из всех футболистов, который в единоличку способен решить исход игры. Яркий пример – это его блестящий гол в Барселоне, когда он оббежал защитника на своей скорости. А со Словаками, ну, конечно, у Словаков есть Марий Гамшик, которые отлично играют в центре поля. Ну, Словаков, я считаю, можно обыграть, так как кроме Марий Гамшика, там остальные футболисты, ну, не очень. Вот смотрите, что касается прогнозов. Ученые Инсбургского университета Австрии научным способом вычислили победителя чемпионата Европы по футболу 2016. То есть для того, чтобы прочитать итоги турнира, ученые использовали данные о вероятных результатах игры первенства, взятые у 19 букмекерских контор. Получившиеся данные свидетельствуют о том, что большинство шансов на победу в турнире у команд Франции и Германии. Вот, как вы согласны с такими данными? И вообще, насколько вот таким образом ученые могут с точностью сказать о таких, как бы, крупных чемпионатах? Вот кто выиграет? Ну, безусловно, да, Франция и Германия являются главными фаворитами этого чемпионата Европы. По поводу Франции могу сказать то, что они играют дома у себя в стране. И у них отличный состав, я считаю, один из лучших. А Германия победитель чемпионата мира 2014 года. Ну, они тоже должны доказывать, что они не команда, которая может играть один. То есть спокойно можно ставить ставки и становиться миллионерами, да? Ну, на них коэффициенты небольшие, к сожалению, на эти сборные. Я тоже посмотрел котировки. Там, по-моему, по шесть дают, что Германия, что Франция. В принципе, попробуй поставить, не факт, что сыграет. Но мне кажется, это вполне объективно. И самое интересное, что, скорее всего, эти сборные встретятся в полуфинале. По сетке группы их выходит так, что они, скорее всего, сыграют в полуфинале, если не произойдет каких-то либо сенсаций. Соответственно, кому-то придется умерить свой пыл, так скажем. Но я тоже думаю, что именно победитель этой пары, на мой взгляд, станет чемпионом Европы. Друзья, теперь давайте обратим внимание на нашу группу. В нашей группе, как мы уже говорили, Англо-Словакия и Уэльс. Все-таки, помимо того, что сказал Рустам, как вы думаете, какие шансы выйти у нас из группы? Ну, шансы у нас есть и были всегда. А учитывая, какая сейчас группа, в принципе, можно играть с каждым соперником и даже с Англией. Да, я реалист, конечно, Англия фаворит. Но все-таки наша страна, еще раз повторю, команда загадка. И можно сделать все, что угодно. Ну, Англия является явно фаворитом группы все-таки. На мой взгляд, меня больше пугает та форма, в которой наша сборная подходит к чемпионату Европы. По итогам двух товарищеских матчей, да, понятно, команда играла после сборов, после тяжелой физической нагрузки. Но ни матч с Чехами, ни матч с Сербией хорошего ничего не показал. Но, с другой стороны, за Россию болеть надо. Это делать обязательно. Ну, и в конце концов, мы же русские, мы начинаем двигаться, только когда отступать уже некуда. Ну, да. И в данной ситуации вполне возможно, что именно так произойдет. Я не думаю, что в 2008 году тоже матчи перед чемпионатом Европы были неубедительными. Зато мы помним, перед чемпионатом мира 2014 года 3-0 итальянцев обыграли. Товарищеские играют. Ох, мы ей им там фаворит. Ну, и в итоге не очень. Ну, да. Но я понимаю эти опасения, потому что Березоцким было сказано, что я не ожидал, что будет такая нагрузка на сборах. Ну, действительно, то есть нагрузка была, об этом говорят все специалисты, это вполне логично. Команде в лучшем случае играть месяц, вы понимаете, да? То есть турнир начинается 10-го числа и финал, по-моему, тоже 10-го числа. То есть, ну, в лучшем случае, конечно, наверное, месяц они играть не будут, но так или иначе. Даже выход в плей-офф это уже 2,5 недели солидной, серьезной нагрузки на высшем уровне. Это действительно надо быть к этому готовым. Ну, и, конечно, та эпидемия травм, да, мы знаем потеря Денисова и, самое главное, потеря Дзагоева в центре поля. Ну, и плюс, вот вы говорите, Бейл не Бейл, очень хороший состав у наших соперников. И у тех же Уэльсов, да, у Уэльса там Рэмзи есть, да, мы знаем, Аллен есть помимо Бейла. А у нас, к сожалению, крайние защитники, даже такой незаменимый человек, как Смольников в нынешнем составе. Ну, пока он не показывает эту форму. Про левый фланг обороны мы вообще молчим, где ни Щеников, ни Камбаров не оправдывают, наверное, ожидания болельщиков в сборной России. Хорошо. По вашему мнению, что не хватает нашей сборной? Что может поменять там или еще что-нибудь? Я бы хотел сказать насчет того, что стоит ли доверять товарищеским матчам. Та же Испания вчера сыграла с Грузией 0-1, то есть проиграла вроде бы явному аутсайдеру. То есть на товарищеские матчи, по моему мнению, не стоит обращать такого внимания. Не всегда они решают ключевое значение, потому что сборные по-разному подходят с разной серьезностью к этим матчам. А так, по положению в группе, Джеймс Милнер, полузащитник сборной Англии, сказал, что ничья с Россией устроит сборную Англии. Они не будут считать это плохим результатом. Так же, как Слуцкий сказал, что ничья со сборной Англии их удовлетворит. Так что не думаю, что Англия такой вот явный фаворит нашей группы. Я думаю, что Россия, ну, если Слуцкий выстроит правильную игру, сможет выйти со второго места. Хорошо, еще мнение? Я думаю, что все-таки покажет игра, получится у нас или не получится. Мы действительно не знаем, как будет играть сборная России на чемпионате Европы, потому что Леонид Слуцкий, тренер сборной России, он постоянно перестраивает игру. У него, как сказал Александр, выпадают некоторые футболисты, получающие травмы. Он пробует новые схемы, он пробует новых футболистов, которые были недавно натурализированы, в частности, Нойтштейр. Да, и команда пока не сыграна, но она может, с одной стороны, как провалиться, но и выстрелить. Она точно так же может дойти до полуфинала. Да, полностью согласен с предыдущим оратором, так как, на самом деле, я бы не взялся прогнозировать состав нападения сборной России на этом чемпионате в потрясающей форме, на мой взгляд, Федор Смолов, который не особо играет в сборной. При этом схема игровая, на мой взгляд, не оптимальная. С англичанами будем играть в закрытый футбол. Я объективно не соглашусь также с прогнозом с минимальной победой Англии, так как я считаю, что вполне возможно ничья, просто за сущим игру будет счет 0-0. Ну да, но линия нападения, там, по-моему, у нас два варианта уже есть. Либо Смолов-Мамаев, либо Зюбущий выпустят. Я бы как раз таки доверил бы игру Смолову и Мамаеву. В Краснодаре у них все-таки получалось хорошо в сезоне, в РПЛ. И почему бы не дать им шанс как раз таки со сборной Англии отговорить? А как же наша звезда Джибиниу-то? Почему ему бы не доверить? Можно ему доверить. Есть вариант игры 4-2-3-1, то есть с двумя опорниками и просто с двумя краями, например, справа Самедов, слева Шатов. Просто, грубо говоря, играй на Шатова, он добегает до фланга, играет в Камбарова, просто навешивает на Дюба. Дюба, на мой взгляд, имеет неплохие шансы побороться со Смолингом тем же. И почему бы не попробовать вот так забить в контратаке, а просто 1-0 и засушить игру? Надеюсь, как легко ты сейчас все это произносишь, что все так прекрасно будет осуществлено на поле футбольном. Всегда бы так. Была затронута такая тема, как о натурализации игроков. Как вы вообще к этому относитесь? То, что в этом году у нас, в нашей сборной дебютирует Гильерми, и, ну, и Штедер, по-моему, так у него фамилия, вот после того, как Дзагоев там что-то сломался, и никто о нем толком не знал. Даже, по-моему, сами игроки Шальки не знали о нем. Что вы сами об этом думаете? Ну, я считаю то, что, ну, я против натурализации, так как это, я считаю, что это выгодно только для клубов из-за лимита легионеров. И они могут иностранных игроков задействовать как своих. В принципе, вместо Найштеттера можно было взять Новосельцева, который отличный сезон провел в Ростове. Он один из лучших защитников. А вместо Гильерми, я считаю, третьим ретарем, можно было бы взять того же Сослана Джанаева, который тоже в Ростове провел отличный сезон и почти чуть не побил рекорд Руслана Никматулина. Но натурализация только в России носит такой более-менее отрицательный характер. Вот можно посмотреть на ту же Германию. В Германии, можно сказать, больше половины сборной натурализованы. Ну, Азил, Хидира, все там. Буатенк. Да, французы тоже так же. Посмотрите, сколько у них натурализировано. У них, мне кажется, вообще почти весь состав не французы, коренные. Но это же дает свои плоды. То есть в странах, где нет этого лимита на легионеров, получается, это не несет в себе какого-то подтекста, то, что клуб решил натурализовать. Это дает свои результаты. Та же Франция, получается, в 2002 же она выигрывала чемпионат мира. Нет? В 98-м. Да, и Евро в 2000-м. Да, вот там уже были натурализованы игроки Германии в 2014 году. Можно сказать, ключевую роль сыграл один из защитников Буатенк, Ганец. Можно этот опыт использовать, просто не с таким подтекстом, как дело в России. Но просто нам это мешает вот этот лимит легионеров. Да, это опять разговор о лимите. Вообще натурализацию в спорте я приветствую, но конкретно в данном примере, насчет Гильермо и Нойштетера, но я отношусь к этому нейтрально, потому что Гильермо точно не выйдет на поле, а вот насчет Нойштетера тоже сомневаюсь, если честно. Ну, думаю, действительно, это из-за легионеров больше всего. Я прям почему-то вообще со всеми не согласен. Надо понимать разницу между натурализацией и когда люди живут всю жизнь. В Германии и во Франции, в данном случае те же Буатенги, братья и половина сборной Франции, они тот же Зидан, он же всю жизнь живет во Франции, пусть у него родители алжирцы. То есть, по сути-то, они коренные жители, в данном случае это не загореть натурализацией. Честно говоря, я против, если вы знаете, по примеру сборной России по мини-футболу, вот недавно был чемпионат мира или Европы, я не помню, да, но у нас там пять бразильцев бегают, сборная России играет. Наши славянские пацаны бегают. Да, действительно, поэтому, в принципе, я не за натурализацию, я против того, что Гильерми едет на чемпионат Европы, пусть как бы хорошо он не говорил по-русски, ну и вообще, действительно, вроде как неплохой парень по вот такому совместному общению и интервью, которое мы с ним довелось нам делать. Но, а что касается Нойштеттера, наоборот, я считаю, что неправильно говорить, что о нем никто не знал. Другое дело, что человек в шальке, когда использовался на позиции опорного полуострова, полузащитника, который сейчас у нас с травмами Денисова и Дзагоева немножко так опустел, и если Леонид Викторович захочет его использовать на позиции опорника, где он себя неплохо проявлял, то вполне возможно он и раскроется. Но вторую часть сезона в шальке он играл центрального полузащитника, ну и привозил Будзедоров, конечно. А еще была фраза насчет Новосельцева, я считаю, что его тоже, в принципе, понятно, почему не позвали, потому что всего лишь шестнавсего Ростов играет в пять защитников. И там такой плотненький автобус, а Слуцкий будет играть в четыре. И за всю свою карьеру Новосельцев не имел опыта игры в четыре защитника на высшем уровне. Я отношусь к натурализации более спокойно, чем коллеги, которые здесь присутствуют, потому что мы живем в глобальном мире, нужно это понимать, и нужно понимать, если разбирать конкретно две эти ситуации, Гильермо и Эйнштейр. Гильермо получил паспорт на общих основаниях. Любой житель иностранного государства, который пять лет проживет в России, он может прийти, попросить, подать соответствующие документы и получить паспорт. Прожив здесь, выучив русский язык, я не вижу ничего плохого в том, что вот гражданин в абсолютном соответствии с законом решил на общих основаниях получить паспорт. Что касается Эйнштейра, то нужно понимать, что у нас страна за последнее время, условно говоря, за последнее лет 30, огромное количество соотечественников все равно уехало из страны. И я считаю, что эти люди все равно остаются нашими соотечественниками, они все равно продолжают говорить по-русски. И мне кажется правильным, чтобы они тоже имели возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации. Тем не менее, вы считаете, что у нас Россия такая большая, великая страна, неужели не может найтись команда, которая может полностью состоять из русских игроков? То есть от чего это идет? От того, что может быть у нас какие-то слабые школы, академии, футбола? То есть почему такой спорт, я не знаю, Россия очень любит этот вид спорта, и тем не менее не может воспитать, получается, ну подумаешь, какую-то одну команду хороших игроков? Это глобальная проблема, вопрос, который решает вся наша элита министерства. Но, не знаю, я, честно говоря, для себя уяснил, что такая вещь, как климат, от него все равно никуда не деться. Ну не можем мы играть, как во многих европейских странах, 12 месяцев круглый год. Сам по себе, я помню, мы играли там в минус 25, когда ты целлофановые пакеты одеваешь, чтобы у тебя пальцы не совсем отваливались после зимы. И, соответственно, да, сейчас, конечно, строят манежи, но в целом вся система, конечно, требует, наверное, доработки. Ну и, честно говоря, как бы мы ни любили футбол, я считаю, что это все равно не совсем наш вид спорта. А пляжный футбол, получается, тогда наш? Сложно сказать, да, действительно, пляжники красавцы, да, там, Леонов, Бухлицкий, браво, ребята, но не знаю. Не могу, я прекрасный вопрос, не могу найти аналогии на него, можно только порадоваться за наших пляжников. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, климат играет огромную роль, как сказал Саша, потому что стоит только посмотреть на Краснодар, на его школу, и радостно становится за то, как в России можно развивать футбол. Но это же опять, получается, почти Сочи, это юг, там никаких препятствий для этого нет. Также вот, как еще раз сказал Саша, можно строить манежи, но для этого должна быть инфраструктура, должно быть желание у Министерства развивать спорт. Ну, мне не кажется, что такое огромное желание есть, так как этих манежев раз-два и обчелся. В Татарстане я не думаю, что их много, только в Казани там буквально три, может быть, если вот так считать. Думаю, все, да, зависит от климата. Нужно понимать, что футбол — это очень конкурентный вид спорта. Это не хоккей, в который хорошо играет шесть стран, это вид спорта, в который играет буквально по всему миру. На любом континенте, при любой погоде, все равно каким-то образом создаются школы, создаются футбольные и спортивные клубы, и конкуренция в этом виде спорта больше, чем в любом другом. Это даже, наверное, в легкой атлетике конкуренция не такая высокая, как в футболе. Поэтому у нас хорошие футболисты, очень много хороших футболистов. Просто нужно понимать, что у других футболисты тоже не хуже. И вот я не очень люблю, когда начинают наших футболистов, наших игроков, которые действительно там 23 лучших игрока в нашей стране, как-то принижать, как-то ругать постоянно. Поэтому я думаю, у нас в этом плане все развивается достаточно правильно, просто хочется, чтобы развивалось чуть быстрее. Я считаю то, что, ну, почему у нас нету много молодых талантливых футболистов, потому что молодое поколение, оно равняется на тех, кто уже сформировался, кто неплохо играет. А когда они смотрят и видят то, что футболист, в принципе, ничего не делал, получает огромные деньги, как, к примеру, Кокорин, у которого зарплата была 5 миллионов, за, как у Мюллера, который чемпион мира, и Кокорин, который, ну, не так уж много прямо забивает, и не прям хорошо играет. Они равняются на них и понимают то, что они могут тоже ничего не делать и получать огромные деньги. То есть вопрос с деньгами, да? Я считаю, да. И тут снова вопрос о лимите. Получается, молодые российские ребята, они вот это как раз понимают, то, что они могут сидеть, получается, или выходить на поле, но не особо напрягаться, и получать за это миллионы. Мотивации нет. То есть мы уже нашли две проблемы, лимит легионеров и деньги, да? Ну, деньги – это не большая проблема, скорее лимит. Потому что ребята не хотят доказывать никому ничего. У них все есть, получается, им платят, у них есть постоянная игровая практика, просто потому что у них есть российский паспорт. Чем мнение? Ну, я не соглашусь насчет именно денег, потому что есть куча молодых футболистов, которые хотят заявить о себе, и… Например, ты, да? Например, я. Вот, мне не нужны деньги, возьмите в команду. Но есть просто хороший футболист, который действительно пытается что-то доказать, но у нас проблемы с развитием спорта, они очевидны, не только футбол, и поэтому дело не в деньгах, точно, я считаю. Хорошо, ну, вернемся к чемпионату Европы, мы уже далеко ушли в сборную России. Давайте попробуем определить, какая группа смерти в этом году, по вашему мнению. Швеция, Италия, Ирландия и Бельгия. Вот она, группа смерти. Почему? Ну, как почему, там четыре, ну, три, главное, сильные сборные, вот. Но Ирландия тоже не сдастся просто так, и они неплохо выступили в отборченном турнире. Другой мнение? Я считаю, что может быть не группа смерти, но очень интересная группа, за которой будет захватывающе наблюдать. Это как раз группа с Украиной, Польшей, Северной Ирландией и Германией. Так как Германия, да, фаворит, но вот кто будет на втором месте, это совсем непонятно. Хорошо. А я солидарен с Русланом, тоже считаю, что группа смерти это группа Е, где выступает Италия, Бельгия, Швеция, Ирландия. У Бельгии собрался довольно сильный звездный состав, который может что-то показать на этом Евро. У Швеции, ну, Златан, который проводит, скорее всего, свое последнее Евро, и который захочет красиво закончить и красиво уйти. Ну, Италию уже тоже пора себя показывать, потому что провалы постоянные. Ну, хотя вот они вышли в финал Евро 2012-го, ну, я считаю, что пора бы уже выигрывать что-то. Вернуться, да? Да, вернуться. Ирландия тоже довольно крепкая сборная. Не сказать, что слабая, но она крепкая. Ну, давайте насчет дебютантов. В этом чемпионате у нас будет пять дебютантов. Это Исландия, Северная Ирландия, Албания, Уэльс и Словакия. Кто из этих сборных сможет стать европейской Коста-Рикой в 2014-м году, когда она феерила на чемпионате мира? Лично для меня Уэльс выглядит предпочтительнее всего. Потому что, я говорю, там есть действительно три игрока хорошего европейского уровня, которые могут решить эпизод. И с учетом, с кем они играют в группе, от них тоже можно ожидать многого. Думаю, в Исландии есть неплохие шансы на выход из группы и стать Коста-Рикой прям не получится, наверное. Но показать себя, в принципе, можно в Европе. Тем более, как они выступили в отборочном турнире, где обыгрывали даже голландцев. Я думаю, это сборные Словакии, наоборот. У них достаточно хороший сбитый состав, он очень ровный, крепкий. При этом у них есть опыт 2010 года, когда они выходили из группы и, собственно, играли в плей-офф. На мой взгляд, предпочтительнее выглядит сборная Уэльса. На мой взгляд, это одна из самых сбалансированных сборных на этом чемпионате мира. Чемпионате Европы, извините. На мой взгляд, может выстрелить их защита. Они смогут засушить матч с Англией и выиграть нас и Словаков. А там уже, ну, как смогут. На мой взгляд, у них есть талантливейший защитник центральный, Эшли Уильямс, который сможет построить всю оборону вокруг себя и добиться результата, и выйти из группы. На мой взгляд, они будут гораздо успешнее в сборной России. Ну что ж, совсем скоро мир поглотит чемпионат Европы. Мы все будем болеть за своих любимых фаворитов. И надеемся, что наша сборная нас тоже приятно удивит. Да, я тоже надеюсь, что наша сборная удивит. Хотя в нашей группе, получается, два дебютанта у Эльса Словакия. Ну, дай бог, надеемся, что мы повторим триумф в 2008 году. Но все задаются вопросом, кого нам разносить, так как Нидерланды не вышли на чемпионат Европы. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо вам, друзья, что пришли к нам на программу. Напоминаю, этот программ для вас Вилли, я Роман Плинсков и Виктория Новикова. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова